В душе любого нормального туриста осенью начинает копиться беспокойство и раздражение, если походный сезон не сложился. И кажется, что жизнь пролетает мимо курьерским поездом, и хочется любой ценой скачать на подножку, уцепиться за последнюю в этом сезоне возможность. Именно это острое чувство неудовлетворенности забросило нас из холодного и по-ноябрьски сырого Нижнего Новгорода в солнечный и теплый Таджикистан. Мы даже не предполагали, что нас ждет настолько другая осень. Желто-оранжевые сады, синее небо, снежники на вершинах гор. Именно такой предстала перед нами Зеровшанская долина. Катамаранные группы, как правило, стремятся к четному количеству грибцов. У нас не сложилось, и в поход мы пошли всемиром. Одним смешанным катамараном-двойкой, одним катом папа с 14-летним сыном, и одним катом три четверти. Народ в команде собрался достаточно опытный. Даже 14-летний сын адмирала уже в 8 лет был на верхнем башкаусе. С него-то, кстати, все и началось, когда поздним вечером, подойдя к Максу, он сказал, «Папа, я хочу в поход». И в голове этого великого стратега, признанного теоретика и практика водного туризма, сложился весьма дерзкий план. Впоследствии жизнь довольно решительно его перекроила, но оставила главное – нас и Таджикистан. Мы с Ольгой в туризме довольно давно. И поэтому она предусмотрительно загребла под себя две ключевые позиции – завхоза и финансиста. А я вовсю эксплуатировал свое положение специалиста по связям с общественностью. А наша штурмовая четверка не смогла удержать одного своего бойца и стала катом три четверти. Несмотря на это, их же ребячего оптимизма хватало на всю группу. Самым серьезным из них был Леха Цветков – фотограф, лоцман и единственный кормовой, отработавший на корме за себя и того парня. Матросы этого экипажа – в душе авантюристы. Они отличались особой лихостью при принятии решений, что на воде, что на берегу, да и по жизни тоже. Так что эта дивная троица держала в тонусе всю группу. Зеравша, а в верховьях Матча, был довольно популярен у водников в советское время. Но развал Союза сделал свое дело, и самым свежим отчетом, который мы нашли, было техническое описание 1988 года. За четверть века на реке многое могло поменяться. Суровые скалы, чистый и прозрачный воздух, огромные звезды и песни волков морозными ночами – вот что больше всего потрясло в первые дни пребывания в Таджикистане. Этот мир настолько отличался от нашего, что мы с упоением исследовали окрестностей наших стоянок, стараясь урвать для этого хотя бы несколько часов короткого осеннего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый же каньон порадовал нас обилием камней и минимальным количеством воды. Особенно тесно было четвертым. А потом мы четыре дня плыли широкими долинами по разбоям, выбирая наиболее полноводные протоки. Мы прошли еще пять изумительно красивых, но не длинных каньонов. Они не добавили особой остроты ощущениям. И мы спрашивали себя. И это река шестой категории сложности? Ну да, сейчас ноябрь и мало воды. Но ведь должно же хоть что-то оправдывать эту категорию. Вот так в недоумении мы плыли по Зеровшанской осени среди яблочных и персиковых садов. Классная компания, несложный сплав, гостеприимные жители, солнечные дни. Что еще пожелать для отдыха? И вот таким солнечным днем наша благодушная компания ввалилась в БКМ. Большой каньон Матчи. Это протяженный участок порядка 60 км. где река мечется от стенки к стенке в узком скальном коридоре. Скальники высотой до 60 метров чередовались с осыпухами метров по 300 высотой и нечастыми полочками, где условно можно разбить лагерь. И что самое интересное, точной лоции на данный участок нет. КОНЕЦ КОНЕЦ Даже в ноябре небольшую воду река постоянно держала нас в напряжении и преподносила разнообразные сюрпризы. В более высокую воду возрастает мощь порогов и приземных и Матча вполне оправдывает свою репутацию шестерочной реки. КОНЕЦ 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 В каждом походе очень важным, а порой определяющим фактором становятся отношения с местным населением. Мы приходим незваными гостями на их землю, и нам не всегда бывают рады. Но не здесь. В Таджикистане говорят, как ты встретишь гостя, так Бог встретит тебя. В соответствии с этим и живут. Жить в горах нелегка, и люди знают цену доброму слову, улыбке, куску лепешки. Очень трудолюбивый народ, тысячелетиями возделывающий эту плодородную, но каменистую землю, поколение за поколением создавая террасы на крутых склонах и выращивая на них роскошные сады. Несколько раз нам приходилось ставить лагеря в этих садах, и нам всегда были рады. Взвали в гости, несли угощения. Я вспоминаю, как перед входом большой Матчинский каньон при выборе стоянки на ночевку. За нами с километра бежал Молобобо, предлагая встать у него в саду, где мы в итоге и встали, и не пожалели об этом. За эту ночь мы по-новому открыли этих приветливых и трудолюбивых людей. Мы пели чай, ели хлеб и пели друг другу песни, слушали Молобобо и разговаривали за жизнь. Наверное, потому и осталось у нас в памяти такое теплое воспоминание о походе, что нам везде были рады. 12 дней, проведенных нами на этой гостеприимной земле, краткий миг в тысячелетней истории народа. А наши встречи с хозяевами этой земли малая капля в океане человеческих отношений. Но ведь тысячелетия складываются из дней. И что такое океан, как не миллионы капель? Субтитры создавал DimaTorzok